Покемоша Лайф Мы подготовили для вас обзор прикольного аппарата, крайне неоднозначного и противоречивого. Машина, спроектированная еще во времена Брежнева, но значительно обогнавшая то время. Аппарат с огромным потенциалом к дальнейшему апгрейду, который, впрочем, так и не реализовался. Локомотив, аналога которому в РЖД нет до сих пор. И, наконец, самовар, звезда которого закатилась так быстро, что просто мама дорогая. И все это вопреки восторженным отзывам от Машеков. Тепловоз 2Т-121, встречайте, тарам! Впрочем, погодите минуточку, сначала же должна быть интродукция и все такое. Вот, теперь правильно. Смотрите, мы как будто тэпехнулись в середину 60-х. Время господства дизелей до 100, мощностью 2-3 тысячи лошадей от тепловозов Т-3, 2Т-10Л и подобных. Однако, уже с середины 60-х в МПС формируется вполне здравая идея Вождение грузовых поездов на грузонапряженных направлениях универсальным автономным локомотивом, без простоев и перецепок. Тогда бывало, что на узловых станциях поезда сначала накапливались пачками, и только потом, после смены локомотива, а то и переформирование состава, следовали дальше. А тут вроде как автономная тяга, один локомотив, мощный, менять его не нужно, поезда полновесные и все такое. И вот начали они уже все ребята проектировать супер дизель марки Д-70, уже не на 3, а на целых 4 тысячи сил. Предполагалось, его применят в перспективных Т-15. Идея С-15 как-то не задалась, однако руководство МПС от мысли о более мощном тепловозе не отступилось. Поручив в 1968 году ворошилово-градскому заводу спроектировать грузовой супер локомотив, разумеется, о двух секциях, на 8 тысяч лошадиных сил. Конструкторы куда деваться? Говорят, окей, будь спок, сделаем. Тем более, что четырьмя годами ранее они уже выполнили проект самовара ТГ-106 и как раз на 4 тысячи коней. А руководство пуще прежнего бронится. В тех заданиях требуют, чтобы новый тепловоз имел колесные пары диаметром, как у электровоза, 1250 миллиметров. Опорно-рамный привод и до кучи нагрузку от оси на рельсы до 25 тонн. И разумеется, никакой гидропередачи Only Electric. Ох ты ж! Ну ладно, давай. Люди-то грамотные были, настоящие инженеры и специалисты. И вот, в ноябре 1977, канун 60-летия Октябрьской революции, заводчане выкатывают новинку. Секцию А, 2Т-121-001 ЕМН. Вот он, смотрите. Здоровый, конечно. В тепловозе почти все создавалось заново. И кузов, и тележки, и система охлаждения, и силовая установка, и кабина. Наверное, для тех лет локомотив выглядел очень футуристично. Хотя, внешне, такое себе, довольно монструозно. Как по нам, можно было бы слегка облагородить облик, сделав немного изящней, что ли. Но нетерпеливый зритель скажет, «Брось трепаться, Вячеслав. Расскажи лучше про внутренности». Окей, давайте подивимся на расположение оборудования и его фичи. Они есть, о да. Уж Ворошил Ваград-то об этом позаботился. Девушка, включите нам слайд. Да нет, это цветной. Руки у тебя хоть действуют. О, уважаю. Ну что, на главной раме покоится силовой агрегат, состоящий из дизеля и генератора. И вот дизель-то вовсе не Д-70, как подумал простодушный джентльмен. А 5D-49, четырехтактный, V-образный, коломенский. И как раз с перламутровыми пуговицами. Нет, как раз на 4К лошадей, без обмана. При этом генератор GS-501, не постоянного, а переменного тока. Ну, прогрессивно же. Отметим, что сходная силовая установка уже нашла применение на 2Т-116, выпускаемых тем же заводом, правда, меньшей мощности. А вот и новинка – централизованная система воздухоснабжения, впервые примененная на грузовом тепловозе. В ее основе вентилятор, здоровый как собака, и особые кассеты для очистки запыленного воздуха. Впереди традиционно аппаратные камеры, но над ней блоки тормозных резисторов. Это означает, что тепловоз оборудован реостатным тормозом. Плево. В корме, опять-таки, традиционно секции холодильников. А вот охлаждалки, то бишь вентиляторы, сверхинновационные. Вот смотрите, вся эта музыка называется система автоматического регулирования температуры теплоносителей. Специальные температурные релюхи, когда надо, открывают жалюзи холодильников, верхние и боковые. А дальше начинается волшебство. Включаются контакторы мотор-вентиляторов с минимальным углом установки лопастей. При дальнейшем росте температуры воды и масла автоматика начинает менять углы наклона лопастей вентиляторов, тем самым плавно регулируя подачу охлаждающего воздуха. Прелестно! Прелестно! Не перебивать ПЖ! Да кучи сами моторы-вентиляторов асинхронные просто спейс. Вопрос, друзья. А где на этом пепелатце разместились аккумуляторные батареи? Поставьте на паузу, пожалуйста, и напишите свои догадки в комментах. Ну шо? Правильный ответ. Вот эти ящички. Всяк и лучше, чем в коридоре, где при выемке элементов спина аккумуляторчика передает последнему большой привет. Переместимся в мир роскоши и комфорта. Кабину пилота. И скажу вам, джентльмены, это действительно топчик. Отзывы локомотивных бригад о ней самые позитивные. Каба очень просторная, тихая и теплая. Вообще ее называют одной из наиболее просторных и удобных кабин локомотивов, эксплуатировавшихся когда-либо в МПС и РЖД. Единый пульт, позволяющий работать в одно лицо. Контроллер в виде удобного штурвала. Деревянные скоростимеры, необычные по форме манометры, прямоугольные. Правильная вещь, встроенная в пульт радиостанция. Вспоминается в L-80С, где рацию прикрепили сзади, за спиной ТЧМ. Чисто по фану. Нужно отметить, что кабина капсульного типа, вставляется в кузов отдельно при сборке, на специальные амортизаторы. Чтобы машинисты не грустили, завод предусмотрел электроплитку, холодильник, обмыв передних стекол и даже обогреваемые в холодное время подлокотники. Но на этом конструкторы не остановились. И спустя время дооснастили кабину кондеями. Об этом есть публикация в журнале ЭТТ. Мы взяли интервью у уважаемого машиниста Василия, работавшего на этих тепловозах. Вот его отзыв о кабе. Мы работали на 45-й машине, катались они с турным вагоном. Графика у них была четверо через 9, на четверо суток уезжали. А так, слушай, ну если чисто по машине, по машине, машина, конечно, замечательная. Просто это один из самых лучших тепловозов, на которых я когда-либо ездил. Это огромная просторная кабина. Он тихий. В северном варианте, он же в ДПП Печорой изначально эксплуатировался. Все эти подогревы. Тогда этот был, конечно, на самом деле удивительно. Там подогрев подлокотника. Такая тема. Микроклимат в кабине, конечно, шикарный был. Вот, машина очень мощная, машина надежная. Машина тихая, машина, блин, ну, короче, идеальный тепловоз. Не знаю, для меня реально тепловоз идеальный. У нас эти машины работали еще в 2014, тогда еще, который был именно в 2014. Там 26-я машина, по-моему, была красненькая у них такая, с белым медведем. Еще какие-то. Вот, ну, тепловоз самый классный. Там колеса 1250, спецованное опорно-рамное подвешивание тяговых двигателей. То есть, за счет этого, конечно, машинка, да, мягенькая, такая, скоростная, тихая. Вообще, в кабине просто шикарно. Огромный пульт. Спали еще за пультом, прямо вот между пультом управления и лобовым стеклом. Там места хватает расстелить матрас и спать. Тройные вертушки, там, по 6 тысяч, по 5 кин урана таскала. В горы поднимала прекрасно. То есть, хороший тепловоз, очень хороший. Дизель надежный. Пусть проблем с ней, вот, ну, это, считай, почти два года, да, мы периодически с ребятами ездили. Проблем каких-то, то есть, неисправности, там, перемычек, мы даже такого и не знали. То есть, машина просто работала, ездила вообще без каких-либо трудностей. Поделимся на ходовку. Тележки трехосные, бесчелюстные, с индивидуальным и сбалансированным рессорным подвешиванием. Конструкция тормозной рычажной передачи позволяет автоматически регулировать выхода штаков тормозных цилиндров. На первой и шестой колесных парах установлены форсунки гребнесмазывателя. Тяговые двигатели впервые на грузовых тепловозах с опорно-рамным подвешиванием. Вообще, подобные конструкции на тот период не имело аналогов в мировой практике. Отметим, что на первенце нагрузка от осильной рельсы была просто запредельной, почти 27 тонн сил. С таким степным весом машина тянет намного лучше, но при этом сможет работать только на путях с усиленным верхним строением и рельсами R65, R75. Джентльмены, наш канал всегда стремится к некой эксклюзивности в своих роликах. Этот обзор не исключение. Специально для вас мы раздобыли настоящую цветную электрическую схему героя на бумажном носителе. Вот она. Вот эта часть схемы силовая, где от генератора переменный ток выпрямляется в выпрямительной установке и вращает тягу электродвигателей. А все остальное это цепи управления, сигнализации, защиты и освещения. Ой-ой, сколько проводов. Головушка разрывается. Ладно, как там наш герой показал себя на путях МПС. А вот как. После постройки тепловоза, первой секции в конце 77-го, а второй в марте 78-го отправили пациента на северо-кавказскую дорогу, участок Белорихинской Майкоп. Мы много раз о нем упоминали. Там новинку подвергли всесторонним путевым и динамическим испытаниям со скоростями до 120 км в час. Что-то инженеры намерили, накрутили и затем передали машину на Донецкую дорогу в ТЧ Родакова. По воспоминаниям, в связи с бешеной нагрузкой от оси на рельсы во время обкатки локомотива пришлось укреплять железнодорожное полотно и мосты. Рельсы Р-43 также просили передать горячий привет. Забегая вперед, отметим, что этот тепловоз впоследствии оказался самым ломучим и весьма ненадежным. Так мало этого, он еще умудрился сойти с ума с рельс в Лимане. Поэтому в июне 1985 аппарат был благополучно списан. Фермеры вдумчиво подошли к работе над ошибками и к декабрю 1979 года выкатили второй тепловоз серии 2Т-121. Машина имела существенные отличия от предшественника. Главный кузов. Он стал короче на целых 2 метра. С 44 до 42. Это привело к снижению сцепного веса с 321 тонны до 300. Ну и множество мелких отличий. Второй лок испытывался в любимой многими Щербинке с 1980 до 1984 года. А затем был также передан на Донецкую дорогу в ТЧ Красный Лиман. Проработал тепловоз вплоть до 1991 года. Немного, прямо скажем. В 1980 году заводчане запилили третью и четвертую машины. Они составили так называемую установочную партию. А с 2Т-121-005 от 1983 года началась их серийная постройка. Были внесены обширные изменения в конструкцию. Заметно преобразился и кузов. Исчез отрицательный наклон передних окон. Кабина стала более прямой. Окна машинного отделения брели круглую форму вместо прямоугольной. На 006-м тепловозе заводчане в качестве эксперимента установили дизель типа 3D70. Впрочем, без заметного успеха аппарат передали Южной железной дороге. С номера 007 тепловозами стали снабжать депо Печора северной дороги, а также депо Ленинград-Варшавский и дно Октябрьской дороги. Затем солидную партию новой техники вновь отправили на Донецкую дорогу. Последним из построенных 2Т-121 стал 076-й тепловоз, выпущенный 12 февраля 1992 года. Эта машина проработала всего 3, 3 года, Карл, и была списана в 95-м году. Так мало! На стапелях Луганского завода в том же 92-м году находились еще два локомотива, 077-й и 078-й. Первый имел готовность 90%, а у второго были построены и загрунтованы кузова секций. Завод даже успел сварить главные рамы для будущих 079-го и 080-го тепловозов. Увы, их производство остановилось в том же 92-м году, и все недострои покромсали бесчувственным автогеном. В работе наших героев сравнивали в основном с 2Т-116 и 2Т-10В. Кроме однозначно большего комфорта для локомотивной бригады, тепловоз показал снижение расхода топлива на 8-10%. Способность водить поезда большего веса и возможностью нагонять отставание от графика. Кроме того, лок оказался менее склонен к боксованию. Ребята вот рассказывали, что зимой в 97-98 году варшавские 2Т-121 задействовали на грузовой работе. И как эксперимент, вешали на них 6 тысяч тонн. При норме для 2Т-116 5200 тонн. И что же? Если 116-е вытаскивали такие поезда на подъем со скоростью к вершине 20-25 км в час, то 121-е под все 40 км в час. Это просто праздник какой-то. Так что было не так с этим парнем? Попробуем ответить. Объективно, машина была на порядок прогрессивнее 2Т-116 и уж тем более 2Т-10В. Четырехтактный дизель. 4000 кобыл. Большие колеса. Передача переменно-постоянного тока. Централизованная система воздухоснабжения. Топовая кабина. Даже кузов со всеми агрегатами легче кузова 2Т-116 почти на 40 тонн. Очевидно, что в тепловоз был заложен огромный потенциал на будущее с возможностью глубокой модернизации. К примеру, планировалось увеличить расход воздуха на охлаждение тяговых электродвигателей, повысить мощность генератора и изменить холодильные устройства. Это дало бы прирост мощности сразу на 20%. Увы, не получилось, не фартануло. И тому были в том числе объективные причины. Одним из главных недостатков новинки стали, как ни странно, тележки. Слишком большая база, нестандартные для тепловоза колеса 1250 мм и высокая нагрузка от оси на рельсы приводили к интенсивному износу гребней колесных пар. Обточка не справлялась с таким наплывом страждущих. Приходилось гонять машины в другие депо, где был станок КЖ-20. Вообще есть мнение, что колеса стали главной проблемой. Вот, цитата. Ставить 121-е под забор стали из-за колесных пар, так как их для замены не было. Когда колесные пары по заказу наконец пришли, вытащили теплики, а они оказались разукомплектованы. На запчасти для 116-х и так далее. Впрочем, по мнению некоторых спецов, сложности с тележками завод сумел пофиксить с номера 021-го. Другая серьезная проблема – карданный привод на редукторы колесных пар. Точнее, низкое качество резинокордовых муфт производства Лисичанского и Бакинского РТЗ. Но и с этим к 90-му году удалось справиться. Хлопот доставлял сам дизель Д-49, пока его не довели до ума. Можно отметить слабую готовность ремонтников к работе с этими тепловозами. Требовался совсем другой уровень технической культуры. Не будем забывать, и на какой временной отрезок пришлась эксплуатация серии. Распад СССР. Дальнейший спад грузоперевозок сделал просто невыгодную эксплуатацию и содержание столь дорогой, мощной, а вдобавок мелкосерийной машины. Проще гонять пресловутые 116-е. Уже в 90-е годы оставшиеся в живых 121-е дорабатывали в депо Печора северной железной дороги и в Украине. А последние несколько машин ползали с хозяйственными поездами на Октябрьской железной дороге. К середине нулевых все было кончено. Джентльмены, немного сменим тему. Сейчас мы развеем один из главных вопросов современности. Нас часто спрашивают, зачем аппарату эти загадочные кружочки в нижней части кузова. Приводятся самые разные версии. Одна из них для дополнительной вентиляции тяговых двигателей. Ага, помощник, понимая, что теды перегреваются, вылазит такой из тепловоза и прямо на бегу снимает заглушки с этих отверстий. Или для увеличения жесткости рамы. Это вообще креныш. То есть, чтобы усилить прочность рамы, надо просто наделать дыр. И не в самой раме, а в обшивке кузова. Право, после этого такие варианты, безбилетников или суперэмблема Ауди выглядят вполне здраво. Слушаем правильный ответ. По краям рамы кузова по всей ее длине приварен S-образный профиль высотой 400 и шириной 160 миллиметров. Он образует канал, в котором размещены силовые кабеля и провода цепи управления. Подобное решение исключило попадание ГСМ на провода и кабели. Для осмотра кабелей и проводов при проведении ремонтов и были предусмотрены эти технологические отверстия. Интересно, что до 004 номера отверстия имели прямоугольную форму с полуциркульными краями. Однако при испытаниях в местах перехода прямой линии на радиус стали появляться микротрещины. Поэтому с 005 в числе прочих изменений на тепловозе лючки стали круглыми, а число их было увеличено. Внимательные джентльмены обратили внимание на медвежонка на бортах 023 лока. Эти рисунки появились, когда тепловоз первый раз приехал в Мурманск. Вроде бы в 94 году. Отсюда и название Белый Мишка. Впрочем, храбрый медвежонок не помог. В 2012 году на станции Дно агрегат отпустили в расход. А как тебе такое, Илон Маск? Не зря же говорят, что кабы на 121 топчик. Эту матрису, сваренную из двух кабин нашего героя, наблюдали очевидцы на станции Дебальцево в 2002 и даже в 2009 году. Тут она уже ушатана. Видите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера? Ух ты! Куда ж нас ты пыхнула? Щербенко 1986 год. На экраны выходит прекрасный фильм Лабиринт с Дэвидом Бовой в главной роли. А какие там песни закачаешься? Тепловозы 2Т-121 также подсуетились и в том же году представили на выставке ЖД-Транспорт 86 своего собрата под номером 016. Глядите, какая красота! Даже окрас машины выверен до мелочей и просто приятен для глаз. Между прочим, на той же выставке можно было видеть ТЭП-70 038, ВЛ-15 004, ЧМО-5 002, ВЛ-85 012 и даже ЧС-7 077. Что не лог, тоже мчужина. А вы знаете, молодой человек, что на Экспо-86 кроме локомотивов демонстрировался еще рабочий комплекс МПЦ промежуточной станции опытного производства СССР на базе отечественной ЭВМ. Вот так-то, дружок. Как мы уже сказали, до середины нулевых все 121-е были выведены из эксплуатации и впоследствии утилизированы. Чтобы не пропадать добру, некоторые кузова предприимчивые джентльмены приспособили под гаражи. Блин, если поставить окна, то можно играть в машинистов. Вот про что надо было снять фильм Эльдару Рязанову. Не дудите музыкальные вы мой! С ума можешь сойти! На самом деле это, конечно, грустно, поскольку, имея большое уважение от локомотивных бригад, свой ресурс тепловозы практически не выработали. Про 076-ю машину, списанную спустя три года после постройки, мы уже говорили. А 007-ю Т-шку списали с пробегом менее 300 тысяч километров. Рука лицо! Закономерный вопрос, дожил ли кто-то из легендарной серии до наших дней, пусть и не в рабочем состоянии. Да, кое-кому повезло, и прежде всего, 026-му тепловозу. Его засейвили в главном железнодорожном музее страны, в Питере, на Балтийском вокзале. Вот она на экранах. Внешне почти комплектно, надеемся, и внутри ее состояние не сильно отличается. Это кадры из Каба Пепеланца. В виде тренажера или учебного пособия, кому как больше нравится, сохранилась секция А самого первого тепловоза. Помните, он привозил наибольшее число отказов, а потом еще и сошел с рельсов. Так вот, вторую-то секцию порезали, а первая стоит в дортик-школе города Лиман. Еще одна машина 047 под Питером на базе запаса Лебяжья. Лебеди белые, лебеди черные, лебеди красные, зеленые. Да, зеленые. Ну да, да. Дело в том, что по телеграмме УАО РЖД его выделили для передачи в музей на станции Сеятель. Но что-то не сложилось, а резать тепловоз фермеры постереглись. Так он и спасся. Таким образом, два с половиной тепловоза продолжают существовать и даже, по крайней мере, в 2008 году шли разговоры о восстановлении доходового состояния 047 машины. Друзья, товарищи, очередной наш ролик близится к завершению. Без сомнения, тепловозы 2Т-121 имели все шансы стать флагманами отечественного тепловозостроения. Но, как это часто бывает, внешние факторы, зачастую нелепые, не позволили реализовать эти вполне состоятельные надежды. До сих пор, по своим характеристикам, 2Т-121 находится в топе. Что ж, эти машины навсегда останутся в нашей памяти и в виде натурных образцов в музеях. Понравился ли вам ролик? Хотите еще истории про сверхтепловозы позднего Советского Союза? Или лучше про электровозы? Напишите, пожалуйста, в комментах. Не забудьте оценить ролик лайком или дизом. Проверьте подписку на канал. Заходите на наши стримы. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и... до новых видео!